Вдвойне значимым праздником 1 сентября стал для учащихся 16-й школы Славянска на Кубани. Это учебное заведение, часть которого составляют казачьи классы, посетили почетные гости. Вице-губернатор Кубани, атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда, глава Славянского района Роман Сенеговский и атаман Таманского отдела Иван Безуглый. В этом году в 16-й школе 5 первых классов, два из которых – казачьей направленности. А это значит, что более 60 девчонок и мальчишек 1 сентября стали гордо именоваться казачатами. С каждым годом специализированные классы казачьей направленности набирают популярность. Многие родители уже с рождения сыновей мечтают поступить именно сюда. Мы с мужем приняли такое решение, что мальчикам нужна именно военная выправка. Все вот эти вот знания, он сам тоже принял такое решение, что именно пойдет в кадеты. Мы изначально с мужем, как только сын в принципе родился, мы приняли такое решение. По-кубански радушно, по-военному стройно. Так проходят мероприятия в 16-й школе. И первый звонок не исключение. Исполнение гимна, вынос знамени и возложение цветов к памятнику гвардии майора Сергея Таранца. Первоклассники с интересом наблюдали за всем происходящим с первых рядов. Почетные гости поздравили ребят с началом учебы и подарили подарки. Вице-губернатор Николай Делуда вместе с главой Славянского района Романом Сенеговским пообещали к следующему году преподнести школе еще один долгожданный подарок – построить новую современную площадку для занятий спортом. Ведь казаки и физическая подготовка – это неразделимые понятия. Вице-губернатор дал очень высокую оценку 16-й школе Славянска. Здесь работают высочайшие профессионалы и люди, которые действительно качественно организуют и проводят учебный процесс. И, конечно, то тестирование, которое мы провели в прошлом году, показало, что знание истории, обычаев и традиций кубанского казачества, оно на высочайшем уровне находится. И мы, как пример, приводим именно эту школу для остальных казачьих школ и кадетских казачьих корпусов. Поздравить ребят с началом учебного года пришли духовные наставники и старшие казаки. В своем обращении к собравшимся глава Славянского района Роман Сенеговский отметил. Обращаясь к ребятам, я бы хотел, чтобы в школе помимо надежных знаний вы приобрели друзей, с которыми вы будете шагать по жизни. Дорогие ребята, вы учитесь в казачьей школе, и я хочу, чтобы вы знали, что основные качества казаков – это, конечно же, любовь к своей родине и ответственность за нее, любовь и уважение к семейным традициям, это честность, это порядочность, это умение трудиться. Знайте об этом и воспитывайте в себе эти положительные качества. Быть казаком – большая ответственность. Любовь к родине, знания традиций и обычаев позволяют вырастить из девочек настоящих хозяек, а из мальчиков – защитников родины. Практически 100% юных казаков мечтают поступить в военное училище. Это дает подготовку к дальнейшему. Ты можешь пойти в армию, тебе будет легче, ты уже привыкаешь к этому образу жизни. И вот, я не знаю, если пойти, допустим, с обычного класса, там меньше у тебя подготовки будет, всего такого. А кадеты, они дают тебе и подготовку в военном плане, и в учебном. Я бы пожелал им удачи и терпения, потому что терпение здесь самое нужное. Ты не вытерпишь, если ты будешь сдаваться ко всему. Торжественная линейка с клятвами и концертными номерами завершилась первым звонком. Перед занятиями первоклассников прокатили по территории школы на Файтоне, а тех, кто проголодался, угостили гречневой кашей на полевой кухне. Тем временем почётные гости совершили экскурсию по классам, которые являются гордостью школы – классам технологии. Первые вижу, как в школе… Диалогия района, трудовое воспитание. Это по-настоящему трудовое воспитание. Там станки, здесь, пожалуйста, там пошевшие… Всё зависит от людей. Кулинария. Здесь море ты же даже рассёшь. Даже лимон у нас стоит. Слушайте, отсюда даже уходить не хочешь. Первый в 2017 году урок любви к казачеству, к своей родине, к памяти своих предков провёл вице-губернатор Кубани Николай Далуда. Он рассказал юным казачатам о той большой работе, которую Кубанское казачье войско проводит уже более 20 лет, для того, чтобы сегодня казаки стали реальной силой, способной защитить страну. О действиях казаков при ликвидации последствий крымской трагедии, при защите Крыма. Для казака слово «патриотизм», «служение», «родина» – не просто слова, а смысл жизни. Казачество было, есть и будет на территории нашего края. Подытожил Николай Далуда. Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «События».